Друзья, приветствую вас на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Норицына и Сергей Слонян сегодня вместе со мной. Сергей, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, рад вас видеть. Россия может закончить войну в Украине уже в этом году, 1 ноября. Об этом говорится в документе, сейчас вы видите его на своем экране. Скорее всего, это фейк, но даже если это фейк, то почему он появился именно сейчас и почему указана дата 1 ноября? В России огромное количество неподтвержденного всегда и всего. И поскольку мы живем в эпоху интернета, то обыватели, рассевшиеся по диванам, они самые строгие критики. И они всегда требуют так называемые пруфы. И человек считает, что, во-первых, ему обязаны, если я тут сижу на диване, я что-то прочитал, и мне почему-то не доказали это, то я требую. И самым доказательным является документ с подписью и печатью. Я, кровавый палач советского народа, товарищ Сталин, повелеваю начать репрессии 1937 года и уничтожить 86 миллионов человек. Раз такого документа нет, значит, никаких репрессий не было. Вот примитивизм логики современного бытия, он как раз продиктован стремлением людей не копаться в информацию, не анализировать информацию, критически не осмысливать информацию, а из серии «ну-ка быстро, немедленно, Мария Ивановна у доски, объясни мне, почему 2х24». И, кстати, если я не пойму, что 2х24, ты бы, пожалуйста, докажи так, чтобы я это всё-таки понял. И с утра до ночи появляются подобные документы, где написаны совершенно несусветные вещи, удивительные указы, поставления, подписи, признания. Тем более, что мы помним, всё-таки к этой наглядности нас приучили репрессии 1937 года, когда люди сами на себя писали. Тухачевский писал, что он действительно собирался устроить войну и заставить Россию проиграть в этой войне, и тем самым устроить заговор. Это всё было подпись и печать. И вот эта наглядность, поскольку люди максимально примитивные, она сейчас является самым главным источником и информации, и доказательной базы. И вот, наконец-то, появился документ с подписью и печатью. Количество людей, которые ему поверили, совершенно невероятное. И только те, кто прикидывается аналитиками, они говорят, ну нет, ну что вы, так быть не может, в первую очередь потому, что Советский Союз никогда не оставляет материальных следов своих преступлений. Если они вдруг, так уж и быть, где-то есть, и косвенно являются доказательством вины, они засекречены. Почему о счастливой советской жизни все архивы засекречены навсегда? По Великой Отечественной войне навсегда. Срок давности хранения документов всегда продляется. И тут вдруг выплывает бумажка, где чёрным по белому что-то написано. Потому что в России так не бывает никогда ни в какие времена. Но война действительно имеет тенденцию к окончанию. То, как заговорили разными словами, с разными интонациями, с разной степенью убедительности о неизбежных переговорах, свидетельство, так или иначе, уже поворота в эту сторону. Какое-то время тому назад о переговорах не было и речи. Обе стороны так или иначе давали понять, что у них будет война до победного конца. А теперь обе стороны объясняют. Без потери лица, это очень важно в политике, нельзя показаться слабаком первым, кто принял так или иначе решение, которое ведёт к каким-то очень серьезным последствиям. Ты всегда до последнего должен даже в рамках здравого смысла сопротивляться. Поэтому, не теряя лица, обе стороны говорят, да, переговариваться. Переговоры нужны, в первую очередь переговоры нужны, конечно же, Путину, потому что у него патовая ситуация. Что ему делать, совершенно непонятно. И у него сейчас заканчивается абсолютно всё. У него заканчивается экономика, у него заканчиваются люди, не заканчиваются, и глупость не заканчивается. Но Эйнштейн говорил, что она всё-таки безмерна, глупость человеческая. Всё остальное у Путина заканчивается. И самое главное, он хочет или нет, он вынужден сейчас идти на реформы. Он не случайно уничтожает своё Министерство обороны, он не случайно посадил другого человека. Потому что он ищет выход из ситуации. А что, если поверять Министра обороны? Война не выигрывается. А что, если посадить пять генералов? Опять не выигрывается. А что, если в Корее купить снаряды северные? Опять не выигрывается. А что, если на Израиль натравить Хамас и Хизбалу? Опять не выигрывается. А что, если ЧВК Вагнер в Мали пойдёт по атаку, попадёт в засаду? Опять не выигрывается. Что-то не идут дела. Не получается никак. Как? И у Путина, у него неизбежно желание к перемирию, не к остановке войны. Он ни в коем случае не подразумевает, что на этом война закончится, будет поставлена точка. Это промежуток, это пауза, нужно поднакопить ресурсов, нужно в Америке всё-таки дозу купить микрочипы, нужно допроизвести Х-101, нужно в конце концов посмотреть, что там с ядерным потенциалом, и после того, как Украина поверит, весь мир поверит, все опять скажут, ну смотрите, Путин молодец, всё-таки начал войну, но он тем не менее закончил, давайте с ним торговать, давайте с ним продолжать человеческие взаимоотношения, вот после этого Россия перевооружится и пойдёт убивать Украину до конца, потому что Путин не остановится. Остановить эту войну может только смерть Путина. Вот если будет выдан, например, на его уничтожение мандат, пусть даже в рамках какой-нибудь отдельной структуры, отдельного государства. Вот тогда есть шанс, что эта война действительно закончится, и будут переговоры, которых мы все ждём, когда обе стороны представляют интересы двух разных стран, и там первые лица, вторые лица, пятые лица напрямую, при посредничестве, в ООН, на нейтральной территории, в Киеве, в Москве подписывают окончание войны. А сегодня у нас есть только бумажка, на этой бумажке написана мечта к 1 ноября хорошо бы закончить войну. Смешно будет, когда к 1 ноября действительно удастся посадить обе стороны за стол переговоров и остановить хотя бы стрельбу. Но это будет совпадением, а не результатом этой бумажки. Но, кстати, на этой бумажке есть ещё одна дата, не 1 ноября, а уже 1 февраля 2025 года. И говорят, что это мы будем выводить войска. Ну, то есть Российская Федерация якобы готова выводить войска с украинских территорий. А почему именно 1 февраля, если заканчиваем так называемую СВУ 1 ноября? И готова ли Россия выйти из территорий, которые сейчас временно оккупированы, в том числе из Крыма? Ни в коем случае. Но из Австрии оккупационная армия, например, Советского Союза вышла в 1955 году, через 10 лет после окончания войны. И в Австрии делать было абсолютно нечего. Ну, кстати, с тех пор за Австрией должок. И уж если спасать, например, несчастных людей, жителей Австрии от плохого отопления, плохого социального пакета и прийти туда, утверждать русский мир, так с 1955 года вопрос не решён. Австрия готовься. У России длинные руки, у неё долгая память и большое сердце. Так прижмёт в объятия к своему сердцу, что никого в Австрии в живых не останется. Поэтому, конечно, из Украины убираться в освоятие под натиском, в силу обстоятельств. Ни в коем случае по доброй воле. Если только Син Цзиньпин не позвонит, из Казахстана вылетели, как пробка от шампанского. Один телефонный звонок, и нет там никаких войск ОДКБ. Но мы видим, что на Путина всерьёз давить никто не собирается. Он по-прежнему рукопожатный. С ним по-прежнему ведут переговоры. И по-прежнему Америка продолжает поставлять ему всю боевую электронику, из которой делаются те самые ракеты. Поэтому, какие бы документы ни были, как бы ни был сформулирован выход российских войск, окончания войны, перемирия, прекращения огня. Если Россия поставила свой кованый сапог на горло, она просто так не уберёт его. И Донбасс уж на протяжении 10 лет был территорией, в которой ни мира, ни войны, но люди почему-то погибают, и оттуда никто не собирался уходить. Хотя военная ситуация, военная обстановка ни в коем случае не говорила о том, что Россия там что-то выиграла. Она втянулась, устроила там бойню, сама очень сильно получила сдачи и даже не шелохнулась уходить оттуда. С Крымом то же самое. Поэтому изгнание дьявола — это отдельный ритуал. Подписание документов с дьяволом — это всего-навсего некая дата, которая нужна только для одного, чтобы, не дай бог, больше никого не убили, и пригодится ещё для учебника истории. Всё-таки у Советского Союза, у него все его войны, они обычно очень пролонгированы. Это как гражданская война. Когда в СССР закончилась гражданская война, какая дата? Никогда она не закончилась. И здесь та же самая ситуация. Мир заставят подписать, появится дата. Войска вывести — это будет очень серьёзное мероприятие. И тем более, что Россия же, она по-прежнему, до тех пор, пока Путин живет, считает зоны своих интересов Украину. Это бывшая наша, которая и в настоящем нашей, и в будущем наша. Поэтому мы должны быть здесь либо агентами влияния, либо убийцами, сторожами и жандармами. Поэтому ни в коем случае с этих земель, конечно же, не уйдёт по доброй воле ни один русский солдат. Возвращаясь к ноябрю, может ли это быть специально успеть до выборов США? Ну и вот было заявление президента Украины Зеленского, что к концу ноября Украина разработает план действий по достижению мира. Начнутся детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности. Что вы думаете об этом? Может ли быть такое, что этот план Украины, он будет представлен уже на втором саммите мира, где, я напомню, и ожидают представителей Российской Федерации, ну, по крайней мере, об этом говорил глава МИД Украины Кулева? Ну, очень верно, ключевым словом в вопросе поставили «успеть». Какую страшную тайну из «мальчиша-кибальчиша» выпытывал проклятый буржулин? У Михаила Веллера есть ответ. Какая страшная тайна? Красная армия всегда опаздывает. Успеть Россия не в состоянии никогда, ни к чему. Какой-то дате, к 1 ноября, к выбору американского президента, даже когда будет понятна уже дата конца света, Россия не успеет. Ну, потому что, знаете, форс-мажор, аврал, то не подвезли, этот проворовался, там чего-то не хватило, тут не поняли, там, в конце концов, телеграмму не принесли. Поэтому Россия, которая пытается к какому-то сроку что-то успеть, она обречена, она не успевает никогда. Украина в этом отношении, конечно, более деловито ведёт себя, но саммит мира — это всё-таки к разговору не о том, что будет на самом деле, а о том, как бы хотелось, чтобы выглядело. Мирная конфигурация, способность, наконец-то, внятно объясниться, остановить кровопролитие. Но саммит мира — это не окончание войны, это не прекращение огня. Это одна из промежуточных стадий политики для того, чтобы, в конце концов, по большому счёту, заменить недееспособное тряпочное ООН. Вот то, что сейчас превращается в то, во что превратилась ООН, то, что она из себя представляет, — это совершенно никчёмная, бесполезная структура. Она не имеет никакого смысла, она не может решить ни один вопрос. И саммит мира — это дубль ООН. И он может, получив статус, получив верительные грамоты от огромного количества государств. Зачем нужны на саммите мира 100 стран, 200 стран? Потому что это и есть представительство планеты Земля при беспомощном ООН. И эти люди, эти государства, эти руководители стран в состоянии уже диктовать так или иначе политику, политику в рамках планеты Земля. На планете Земля одно из самых страшных мест — это война в Украине. И прекратить её ООН не в состоянии, НАТО тем более не в состоянии. Переговоры, заставить Россию сесть за стол переговоров, пока не получается. А саммит мира, каким бы документооборотом он не сопровождался, так или иначе, именно и есть эта попытка начать договариваться с миром, земным шаром, о том, чтобы война всё-таки закончилась. Но все сейчас декларируемые документы, намерения и в том числе военные операции, они не имеют никакого отношения к тому, что будет происходить на самом деле. Никто заранее не будет раскрывать карты. По поводу ещё переговоров тут высказался и помощник Путина Патрушева, бывший секретарь СовбезРФ. Он заявил, что заявление Украины и Запада о переговорах — это тактическая уловка. По его мнению, она используется для передышки, поскольку Россия имеет преимущество в войне, при этом реальных шагов по переговорам Украина не делает. Это говорит Патрушев. Но и мы помним статью от The New York Times, где Россия звонит в Пентагон и жалуется, что вот Украина якобы готовит какие-то очень секретные операции на территории России. Так это такое преимущество в войне у России или о чём он имеет в виду? Преимущества, конечно же, никаких нет, а передышка нужна. То, с чего мы начинали этот разговор. России во что бы то ни стало нужна передышка в этой войне, чтобы наконец-то всё-таки довооружиться и уже напасть на Украину окончательно на всю территорию и растерзать. И когда в этих вот кругах там наверху постоянно идёт разговор о том, что нам нужна передышка, нам нужна передышка, нам нужна передышка, на воре же шапка горит. Ведь тем более эти люди, они очень примитивные. Они то, что услышали, на том языке и разговаривают. Если у них с утра до ночи был разговор о передышке, то они именно об этом и говорят. А не замышляет ли весь мир коварную передышку? Ну, слушайте, в психологии это очень простой приём. Так первоклассники обычно общаются. А мама велела передать, что папы нету, поэтому заходите. Ребёнок устроен очень просто. Вот эти люди устроены точно так же просто. Они в уста своих оппонентов вкладывают мечты о передышке, потому что это единственное, что они обсуждают сами, внутри своего правительства и власти, Совета Безопасности, как самую важную задачу России получить передышку. А почему? Вот я вспомнила о том, что они звонили Остину Белоусову, это новый министр обороны России. Как вы думаете, а почему он имеет совесть и даже он позволяет себе позвонить коллективному Западу с тем, с кем они якобы воюют, ну и просить как-то повлиять на Украину? То есть Америка первая начала, это первые звонки Белоусов. Белоусов тихо вкрался в свой кабинет, вдруг нашёл в письменном столе маршальские погоны. Очень сильно обрадовался о том, что он теперь, посмотрите, прям-таки настоящий, боевой. Странно, что на его кителе ещё не было три раза Героя Советского Союза или что-нибудь на эту тему. И бас, раздаётся звонок. Он подходит к телефону, а там «Дуис пикиклиш, хауду иду?» Выясняется, Америка на проводе, звонит министр обороны Соединённых Штатов Америки, встань смирно! Это ж какого уровня ты достиг, если тебе, смотрите, живой американец звонит, человек от страны номер один на планете Земля. Он ответил тем же, он так, «Да я сейчас как позвоню?» «Да я сейчас в Америку позвоню!» «Знаете, какое я?» Я вот прямо сейчас в Белый дом. Ну, ладно, кто там у них есть? Ну, кто-нибудь свободен, да? Не спят? Ах, часовая разница. Америка-то где? Дайте на глобусе посмотреть. Всё, сейчас. Я решил. Я сейчас в Америку позвоню. И ведь позвонил. Это же какой крутизны! Геостротег, политик письменного стола, директор департамента тубредки одного телефона. Вот это личность! Смотрите, ему-то Америка позвонила. А он, да чёрт! А он взял и ей в ответ позвонил. Вот это действительно! Вот это человечище! Ну всё, пошли обедать! Это очень просто всё. Вот прям совсем просто. Сказать-то нечего. Смысла никакого. А зато как вокруг все аплодируют! На что-то, на что-то, смотрите, а? Самому председателю колхоза-то колёса спустил. Во какой Васька-то у нас есть! И чё! У него и самогонка самая крутая! Так что мы теперь за Ваську! А неужели США настолько боятся Кремль, что по их просьбе они потом звонят Украине и просят отменить все планы и все тайные операции? Никто в Украину не звонит. И Америка — это не та страна, которая, можно сказать, «Слышь, ну-ка ты звякни!» Рассказать в общественном пространстве, тем более, что здесь ещё разница переводов, министр иностранных дел Лавров, он демонстративно всегда любому своему собеседнику в лицо говорит «ты». Ну, потому что по-английски это обращение «you», «вы». В английском языке нет обращения «ты». Но все знают «на что, смотрите, на что!» Смотрите, оно вот «ты», а тут ему на «вы». Это разница переводов. Политика выстраивается вокруг того, чего не существует или очень призвочно, но должно приобрести максимальную убедительность. А так, чтобы кто-то кому-то позвонил и после этого были какие-то последствия, последствия бывают после непубличных звонков. И созваниваться стороны не перестали. И созванивались в холодную войну, в горячую войну, по поводу войск в Афганистан, нападения на Сирию. Все всегда друг с другом на связи. И штабы, и разведки, и администрации первых лиц. Но чтобы Америка что-то боялась? Россию. Америка, она же, когда президенты у них выходят в отставку, создаётся сразу публичная библиотека с документами на период президентства этого человека. И самое интересное — это мемуары. И они потом рассказывают, что они думали, почему они принимали такие решения. Пока он был при должности, он отвечал за страну. Он должен был быть стратегом, очень серьёзным человеком. Каждое его слово имело всегда колоссальные последствия. Когда он в отставке пенсионер, как правило, преподаватель какого-нибудь университета, он рассказывал, что он думал в тот момент, когда сидел, например, за основу переговоров с русскими. И очень многие президенты, оценивая внешнюю политику Советского Союза, генеральных секретарей, делегации, которые приезжали, они все так или иначе в очень вежливых фразах рассказывали, что я общался вот с этими неумными людьми, у которых очень странные, очень бойкие фантазии, очень агрессивные. Они всерьёз, оказывается, думают, что Америка собирается на них нападать. Им же нужно с психиатрами разговаривать. Но в результате они почему-то разговаривают со мной. Ну, так получилось, что я, видимо, в роли психиатра. И американские президенты, что вот только по списку, если посмотреть, почитать их мемуары внимательно, они всегда к российским делегациям, к российским инициативам, к российской внешней политике относились как к недоразумению. История, вы что, серьёзно? Вы что, правда ничего не понимаете? Вы до такой степени примитивные? У вас настолько одноклеточные мозги, и вы это называете стратегией? Русские, ну, мы были о вас лучшего мнения. В лицо такое не говорят. В мемуарах такое очень подробно описывают. По ощущениям, по пониманию. То есть не то, что это только факт. Это ещё и вот такой разговор. Мы сидим с ним, я смотрю на него и понимаю, что этот русский реально верит в то, что он говорит. Но это же абсурд. В нормальном мире мы понимаем, что это же диагноз. Это просто психиатрический диагноз. И это происходит на протяжении всего существования Советского Союза. Вот как началось в 1917 году, так в 1924 не закончилось. И говорить о том, что Америка боится, хорошо, если Америка не в открытую саркастически ухмыляется. Хорошо, если она делает серьёзное лицо. Но это максимум. Потому что действительно очень смешно, то, что приходится с такими недоумками иметь дело. Сергей, огромное спасибо вам за интересный разговор и за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня. И напомню, что Сергей Слонян был с нами на связи. Глава Центробанка Набиулина уже заявляет, что экономика Российской Федерации, процитирую, в состоянии значительного перегрева. Вот об этом говорится в сообщениях. Вопрос в следующем, когда же рухнет? Потому что мы видим несколько факторов. Это, да, и биржа, это и выплаты на ВПК, которые сейчас составляют 7% ВВП России. Все эти усилия приводят только к углублению кризиса. Ваш взгляд на экономическую ситуацию в РФ сегодня? Проводим параллели с абсолютно беспричинной, бессмысленной войной в Афганистане. На протяжении многих лет та война отбирала все силы и огромное количество жизней мужского населения Советского Союза. В результате, чем закончил Советский Союз, мы знаем, вывод войск из Афганистана. И приблизительно в одно и то же самое время это распад Советского Союза на целый ряд составляющих. Возможно, есть какой-то глобальный план у элит с помощью Путина как раз продолжить определенный распад России. И в принципе тогда в этой логике все понятно, что делает Путин. Он здесь активно делает все возможное, чтобы обескровить экономику России. Вопрос, когда именно начнет складываться карточный домик, здесь и существует большая проблема. Если бы это было в какой-то стране, где народ свободолюбив и чуть что сразу высыпает на улицы, отстаивая каждые 100 евро минимального размера оплаты труда или пенсии, как это происходит, например, во Франции, где я живу, конечно, все бы это уже быстро давно закончилось. Проблема в том, что и православие, да и многие другие такие государственные религии, они учат российский народ в целом такому долготерпению, непониманию, послушанию, долготерпению. Поэтому лимит вот этого долготерпения, он достаточно большой. То есть у людей могут забрать возможность покупать говядину, останутся на курице, могут забрать курицу, вернуться к какой-то истории с суррогатами и с питанием макаронами. Терпеть будут до последнего, пока окончательно с прилавков не исчезнут продукты питания. Ну, вы помните конец 80-х, начало 90-х. Наверное, тоже вы это как-то застали в детстве, всю эту историю. Поэтому этот процесс может происходить ещё достаточно долго. Проблема в том, какое количество людей погибнет в результате этой войны и какое количество людей погибнет из-за некачественных продуктов, из-за отсутствия нормальной медицины и так далее. Ну, ещё раз, он в целом настроен на вот эти международные преступления. Для него, чем хуже, тем лучше, он хочет войти в учебники истории. Он такой исторический маньяк. Ему плевать на людей и даже плевать на каких-то женщин, которые его когда-то окружали. Всё, что волнует Путина, с чем он засыпает и просыпается, это вот история, войти в учебник истории, чтобы больше абзацев было о нём. Вот мы в этой парадигме находимся. Я надеюсь, что это в ближайшее время прекратится, что есть ещё какие-то там силы, которые над нами, которые просто в какой-то определённый момент нажмут какую-то кнопочку и выключат этого безумного диктатора. Ну, как минимум, кредит россияне в ближайшее время или какую-то ипотеку не возьмут, потому что Центральный банк России уже заявил о ключевой ставке 18%. Мы понимаем, что это колоссальная цифра, и для России впервые за 16 лет такое явление. В ближайшие 10 лет в России появится 40 университетских кампусов со всеми необходимыми условиями для учёбы, работы и проживания студентов. Это должны быть современные пространства, не только для высших учебных заведений, но и для прилегающих территорий и людей, которые на этих территориях проживают. Повторю, задача системы профессионального образования – готовить современных, востребованных специалистов, давать им такие навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, надёжную, хорошо оплачиваемую работу. Безусловно, рассчитывая здесь на взаимную заинтересованность государства и делового сообщества. При этом, вновь подчеркну, по оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. И его, безусловно, нельзя покрыть механически за счёт трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Эту проблему не реши. Нам нужны другие подходы. Другие какие? Кто работать будет? Если вот простыми словами из России уехали миллионы айтишников, предпринимателей, тех, кто мог бы поднимать и развивать экономику, потому что они не готовы тратить годы своей жизни на подлую войну, которую они не поддерживают, и соучаствовать де-факто в финансировании военных преступлений. Это первая часть, на которую хотел обратить внимание. Но я просто сейчас на секунду, слушая очередной бред, вот эту лапшу на уши от диктатора Путина, который на секундочку подлежит задержанию ареста на основании ордера Международного уголовного суда в связи с его причастностью к целому ряду военных преступлений. Я просто представил на секундочку, когда он говорил про кампусы. У нас же в России как академик Рамзан Кадыров, я просто представил, как из разных стран приезжают молодые студенты на кафедру Рамзана Кадырова. Ну и, конечно, я утрирую. То есть понятно, что пока такого уровня будут академики в России, но понятно, что никакие умные люди, которые хотя бы у них IQ чуть выше среднего, никогда в жизни не поедут в Россию ни для обучения, ни для ведения бизнеса и так далее. Будут приезжать те, которые будут через эти лазейки как раз получать виды на жительство, документы и так далее из менее благополучных стран. Хотя сейчас, честно говоря, сложно представить, чтобы какой-то более-менее соображающий человек из другой страны бы поехал в Россию. Но это все, на самом деле, очень печально. И мне кажется, что, судя по тенденции, будет еще печальнее, если вдруг не произойдут какие-то события, которые приведут к депутинизации России, к прекращению войны и к перезагрузке большой страны. Пока видим только перезагрузку кадровую. Первого заместителя Лаврова сняли указом президента, официальным Титов в отставку был отправлен 29 июля. Владимир Титов, он курировал в Министерстве отношения с европейскими странами и административные вопросы. Ну, с верхушкой армии и коррупционными скандалами нам все понятно. А здесь-то что пошло не так? Ну, с Европой, конечно, отношения разладились. То есть, они делали ставку очень серьезную на свою агентуру. Они на протяжении десятилетий выстраивали сетку агентов влияния на территории европейских стран, вкладывали в это многие миллиарды долларов и евро, скупали самые дорогие замки, дворцы, виллы, пригоняли самые дорогие длинные яхты, вкладывались в то, чтобы под видом встреч с художниками, музыкантами и культурными деятелями проводить какие-то там рауты светские, вечера, вечеринки, с тем, чтобы в свою очередь, конечно же, снимать что-то там на тайные видеокамеры, на диктофоны, собирать хоть какой-то компромат для того, чтобы и у МИД, и у СВР, и у Россотрудничества появлялись шансы для вербовки. В принципе, их методология, она достаточно быстро была раскрыта. Насколько я понимаю, европейской контрразведкой меры для этого были выработаны. Многие их попытки кого-то завербовать на высоком политическом уровне были дискредитированы и разоблачены. Где-то началась двойная история с аргентурной работой, когда, общаясь с россиянами, шли активные мероприятия, сбор данных о методологии, как путинские ФСБ, СВР и прочие вот эти квази типа Россотрудничества действуют на территории. В общем, несмотря на то, что они в это ввалили миллиарды долларов и евро, несмотря на бравурные отчеты в Москве, в том числе в МИДе, как хорошо и как у них какая большая степень влияния, в общем, кроме каких-то, скажем так, вычурных контактов с Виктором Орбаном, больше ничего Россию с Европой всерьез не связывает. Путину удалось за несколько десятилетий разрушить окончательно любые деловые, коммерческие связи. Доверие разрушилось полностью. И из человека, который когда-то в 90-х приезжал в тот же самый Биорис, где я живу, и мечтал о том, чтобы проводить здесь пенсию, играть на старости в гольф и общаться с другими бывшими политиками, ветеранами политики из европейских стран, он превратился в воинствующего диктатора с какими-то там солдатиками на карте, с манией, абсолютно поссорившись с Европой. Титу в данном случае здесь, с одной стороны, конечно же, это фигура, которая отвечает за провал, но он несет лишь формальную ответственность. На самом деле, конечно же, и Титов, и Лавров, они слова не могут сказать без согласования с Владимиром Путиным, поэтому то, к чему они пришли, это, конечно, результат вот этого соглашательства с диктатором. С другой стороны, если посмотреть на эту историю, Титов, так же, как и Лавров, они заработали не один и не два миллиона долларов и евро на работе на государство, конечно же, обеспечили свои семьи, у них хорошие дома, квартиры, земельные участки, и, в принципе, они понимают, куда все идет, поэтому, если такая возможность есть, не цепляться за кресло, а вырвать куда-то в сторону своей благополучной пенсии, они спокойно расстаются с этими креслами, потому что понимают, что это некий такой, знаете, Титаник, на котором дальше плыть, это в любом случае получить пробоину, а пробоину они уже получили, и утонуть. Лавров может быть следующим? Я думаю, что вряд ли Титов может плакать и горевать, я думаю, что он выдохнет спокойно и займется какими-то своими пенсионерскими делами. Скажите, пожалуйста, Лавров может быть следующим в такой конфигурации? Ну, он не то что сможет, он будет в любом случае следующим, он очень себя нехорошо чувствует, последний его визит в азиатскую страну наглядно показал, он даже ходить уже нормально толком не может. Поэтому я думаю, что в течение каких-то месяцев они найдут кого-то другого, такого же исполнительного и, возможно, который продолжит делать то, что делал Лавров. Лавров, ещё раз, он всегда соглашался с Путиным, понимая, в принципе, весь трагизм того, к чему это соглашательство приведёт, но, тем не менее, вот это вот ощущение ездить в машине представительского класса с мигалкой, иметь возможность летать на лайнере по разным странам мира, это всё всё-таки его оставляло там. Они все там очень быстро прирастают к красивой, к дорогой, к богатой жизни, но в результате приводят страну к краху. О силе и о её утрате. ЧВК Вагнер, разгромленный в Мали, сейчас, как вы писали непосредственно, на организации там ставят крест, о Вагнере забывают, заводят африканские войска МОРФ, если правильно там назвала африканский отряд. Почему именно сейчас на Вагнере решили поставить крест? Там никого не осталось? Происходит, там заканчивается передел, передел сфер влияния. Всё это началось ещё в прошлом году, в момент, когда Пригожина подтолкнули к участию в вооружённом мятеже, а его, конечно же, на протяжении нескольких месяцев подталкивали, унижали, угрожали и арестом, и задержанием, и расправами. Пригожин не от хорошей жизни рискнул пойти в Абанк 23 июня прошлого года. Дальше мы увидели все 23 августа, ровно спустя два месяца после вооружённого мятежа, убийства, расправу над Пригожиным, Уткиным, Чикарином, над всей, по сути, над головой вот этого подразделения ЧВК «Вагнер», когда их эмбраеры взорвали, они упали с высоты в несколько тысяч метров. И дальше начался передел, и разные группы, которые, конечно же, есть в России, которые связаны с силовым блоком и с олигархами, они попытались забрать самые лакомые, самые интересные контракты в Африке, те, которые ЧВК «Вагнер» и Пригожин Суткиным отвоёвывали кровью сотен наёмников. Речь идёт и о местах, где добываются алмазы, и о местах, где добываются золото, и о нефти, о газе, которые тоже добываются в огромных количествах и в Сирии, и в Малии, и в других странах. В общем, здесь происходит следующее. Как мы понимаем, были разгромлены два отделения 13-го штурмового отряда. Они действительно были в Малии, и они имели большое очень влияние. И вот сейчас на место ЧВК «Вагнер» заходит африканский корпус, связанный с Министерством обороны, различные прокси, и то, что раньше было так называемое ЧВК «Редут», которое сейчас тоже начинает занимать позиции ЧВК «Вагнер» и в Сирии, и в Малии. То есть происходит окончательный отъём, отжим тех бизнесов, которые оставались, и тех контрактов, которые были с африканскими диктаторами в различных странах. К чему это, конечно, приведёт? Это оставляет полностью без материальных средств, без средств к существованию средний костяк ЧВК «Вагнер». Там половина командиров уже разбрелись, кто в Минобороны, кто к кадыровцам, кто на вольные хлеба, кто домой возвращается. То есть, по сути, это на среднем уровне. То есть верхушку обезглавили в августе прошлого года. Сейчас мы видим, как начинают потрошить уже тело, причём у всех на виду. Поэтому вопрос, кто слил координаты перемещения колонны ЧВК «Вагнер» и «Туарега», в принципе, для меня уже на самом деле не вопрос. Зри в корень, кому это выгодно. А выгодно это тем, кто приходит на их место, кто забирает их выгодные денежные контракты. Наверное, в чём-то это даже, можно сказать, месть того же Евкурова. Вспомните 23 июня прошлого года, когда замминистра обороны сидит в штабе, в беседке на лавочке в прогулочном дворике здания Южного военного округа. Его окружают вагнеровцы. И Пригожин садится и начинает диктовать ему, целому заместителю министра обороны, свои условия. Понятно, что месть — это такое блюдо, которое нужно подавать холодным. Вот в данном случае это такая месть. Потому что Евкуров курирует, и то, что было ЧВК «Редута», теперь это одно из подразделений российского спецназа, и он же курирует африканский корпус. Поэтому, в общем, они забирают у Пригожина то, что их считают такой справедливой компенсацией возмещения морального ущерба, который Пригожин с Уткиным им нанесли. Ну и, конечно, те пропагандисты, которые вели Пригожинские телеграм-каналы, в том числе и Грейзон, они тоже так получилось совершенно случайно, а может быть не случайно, попали под эту раздачу, под этот обстрел, тоже были убиты. То есть практически все те, кто выступали против российского генералитета, оскорбляли их в телеграм-каналах и собирались их насиловать, убивать, брать в плен, с ними со всеми расправились. Но, мне кажется, это такой акт мести. Вариантов было очень много. Что же случилось? То ли песчаная буря, то ли суперсолдаты Туарегов, украинский след также искали, соответственно, потому что мы потом видели какие-то сообщения о том, что благодарность высказывали Украине. Но, да, передел власти, передел прибыли, которая является основной целью, наверное, присутствия ЧВК Вагнера, настоящей в Африке. Это основной костяк и основная фабула этой темы. Владимир, скажите, Путин от перемены сил в этой системе выигрывает или проигрывает? Ну, конечно, он здесь его круто проиграл, потому что ЧВК Вагнер — это было его детище. Это был монстр, который им финансировался, и он в этом сам признался. Более 100 миллиардов рублей было выделено из бюджета России. Ну, как известно, бюджет в России — это не бюджет российского народа, это бюджет Путина и его олигархов. Поэтому он из кармана россиян щедро отправил деньги на создание формирования. Он гордился этой прокси, этим спецподразделением, которое было залегендировано как ЧВК Вагнер. Ещё раз я прошу всех журналистов, которые описывают, ЧВК Вагнер оба слова надо брать в кавычки, потому что это никогда не было частной военной компанией, это было всегда одним из российских спецподразделений. И для Путина было очень важно, что у него есть такая команда головорезов, которые в прямом смысле готовы по щётку пальца делать всё, что угодно. И как раз ЧВК Вагнер для него в его системе сдержек и противовесов было тем, что частично уравновешивало ФСБ, ФСО и так далее. И он тоже на них опирался. И у них, когда они образовали это спецподразделение, они даже принципиально подписывали совместный меморандум Пригожим с Уткиным, где один из основных пунктов был не идти против ВВП, против Путина. И то, что произошло в июне прошлого года, очень сильно и очень больно ударило по Путину. Если вы отмотаете плёнку назад и посмотрите, как он дрожащим голосом произносил какие-то свои слова, обращаясь к ваганровцам, которые в это время в колонии двигались на Москву, он действительно опасался, что это батальонно-тактическая группа, хорошо вооружённая, состоящая из нескольких тысяч профессиональных наёмников. Они, конечно, могут подавить любые спецподразделения, ДПС, ОМОНы, какие-то ФСБшные спецназы, малочисленные и так далее. И это ударило по нему, и это вывело из системы равновесия, в целом вот эту систему управления силовым блоком. И в результате всё посыпалось. И Патрушев потерял своё место, и Шойгу потерял своё место. И до сих пор всё это продолжает трансформироваться под воздействием ФСБ. То есть если раньше ФСБ было одной из сил, то сегодня можно сказать, что ФСБ взяло все рычаги управления в России, а Путин является лишь таким вот почётным генсеком у всей этой системы. А на самом деле на среднем уровне все ключевые кадровые решения принимаются в ФСБ, и без согласования с Лубянкой Путин ничего не подпишет и не одобрит. Конечно, он от этого проиграл, он стал значительно слабее. А российская вот эта вот спецслужба, она превратилась в суперспецслужбу, которая управляет практически сегодня Россией. И генералы ФСБ гораздо могучнее, чем министры или губернаторы в России. Выходит так, что разобрали все бразды правления, а диктатору не осталось. А в завершение нашего с вами конструктивного и информативного диалога, Владимир, я предлагаю услышать тезисы Марии Захаровой, которая при всех обстоятельствах, о которых мы с вами говорили, заявила, что Россия будет совершать ответные меры на транш активов, заработанных, на транш в Украину денег, которые хотят передать от активов Российской Федерации, замороженных, который может быть перечислен на оружие для Украины. Кратко услышим и подведем итоги. Первый транш из доходов от активов России перечислен к Еврокомиссии в августе. Каким будет ответ России? Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать. Естественно, в национальных интересах будем действовать, но они это почувствуют, и я думаю, что они это знают. Такой тезис, жесткие ответы, а есть ли чем крыть? Я бы так спросила. Мне кажется, что там все на лице у Захаровой написано. Она и сама не верит в то, что озвучивает. Но тем не менее продолжает, потому что по статистике какой-то процент, есть маргинальный процент в обществе, который все, что ему не покажешь, они во все верят. И, к сожалению, видимо, они делают ставку на тех людей, которые не сопоставляют факты, отсутствует критическое мышление и отсутствует доступ к свободной информации. В целом они идут по этому направлению. Потом, спустя какое-то время, они потом сами будут сидеть на ток-шоу, на различных документальных фильмах, через какое-то количество времени рассказывать, что они все были заложниками системы, у кого-то были больные дети, у кого-то пожилые родители и так далее. Но пока они будут нести вот эту пургу в надежде на то, что хотя бы внутренний потребитель это все съест. Конечно, здесь важно понимать, что, например, я смотрю и французские медиа, и американские. Но вообще в целом такого спикера, как Мария Захарова, там просто вы не найдете. Все, что она говорит, это чушь, это бред. И над этим, может быть, раз в год какой-то ведущий какого-то ток-шоу с Рони посмеется и не более того. Но всерьез обсуждать, что они там несут, бессмысленно, мне кажется. Ну, тем более, что мы видим тенденцию просто внутреннего уничтожения экономики и страны России как таковой диктатором Путиным. Спасибо вам огромное, Владимир, за ваши ответы, за ваши комментарии, за то, что приоткрыли какую-то завесу информации для нас в Украине. Я напомню нашим зрителям, что с нами был Владимир Осечкин, правозащитник и основатель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ». Продолжение следует...